Несмотря на то, что до лета еще три месяца, окунуться в это время года можно уже сейчас. Достаточно лишь посетить персональную выставку Натальи Степановой. Уже в четвертый раз главный хранитель фондов музейно-выставочного комплекса презентует свои работы в картинной галерее. Но именно эта выставка особенная. Почему? Объясним в следующем сюжете. Такой был неприятный момент в жизни. Была пандемия, был у меня ковид, была красная зона, была реанимация. И после этого у меня руки не работали в плане писать картины. И вот когда было дано задание сделать несколько работ на выставку «Портрет родного города» 400-летию Люберец. И первое, что я сделала, я пошла к своему любимому месту, это наш триумф, дворец спорта, и его написала. Убедившись, что последствия ковида творчеству не помеха, Наталья Степанова вновь взялась за кисти и краски после долгого перерыва. Следом за Люберецким триумфом на холсте появился красковский карьер. А потом поспела малина и земляника. Распустились яркие цветы. Все 34 картины из этой коллекции художница написала в прошлом году во время отпуска. Отсюда и название выставки – воспоминания о лете. Очень впечатлена выставкой. Для нас, скучающих по летнему солнцу, людей, живущих в Подмосковье, эти картины пропитаны настолько светом, теплом. Такое ощущение счастья, лето. Очень здорово. Очень понравилось. Светлые, яркие, теплые картины. Все, что изображено на холсте, детали и героя – не плод воображения художницы, а то, что она видела собственными глазами. Порой для создания новой картины Наталье Степановой позировали родные и друзья. Очередной летний отпуск не за горами. И после него Наталья Александровна обещает новую коллекцию ярких красок. Когда люди приходят и смотрят, одно и то же, мне говорят все, кто видел, это все красочно. То есть, окраски у меня в душе. Я живу, у меня по жизни есть, там даже я в тексте написала, что Высоцкая песня, что нам перефразирую, сейчас скажу, нам в награду за годы молчания обязательно будет звук. Вот у меня за годы молчания пошел цвет. Луиза и Геозарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.